Дина Данич. Бандитская сага. Книга вторая. Наследник для бандита. Пролог. Страх сводил с ума, лишал возможности осознать происходящее. Я сидела, закрыв уши руками, стараясь не думать о том, что творилось на моих глазах. Крики, выстрелы, кровь. Я повторяла по кругу простые слова «это не со мной, не со мной, не со мной, это не по-настоящему, это все сон». Единственное, что я могла разглядеть в творящемся хаосе, спин мужчины, который закрывал меня собою, разбираясь с теми, кто мог причинить вред. И только он вселял хоть какую-то надежду выбраться из жуткого кошмара. Когда все стихло, я даже не поняла этого, слишком сильно боялась. Волков обернулся ко мне, заставив сдрогнуть. Его темный, бешеный взгляд, руки, которые по локоть, были в крови, и дикий оскал. «Олег!» — беспомощно выдохнул я, не в силах справиться с паникой, что накрывало меня. «Ты их!» «Никто не посмеет тебя тронуть, я зубами перегрызу горло любому, кто попытается вас обидеть», — мрачно пообещал тот. И я не сомневалась, так и будет. Дикий, необузданный зверь, защитивший то, что считал своим по праву, даже если я была с этим не согласна. Краем глаза заметила движение неподалеку, а рез, как и всегда, рядом. Но не успела ничего сказать, тупая боль в животе лишила дара речи, и страх, едва отступивший, вернулся опять. «Олег! Ребенок!» Все, что я успела произнести, прежде чем в глазах стало темнеть. Глава первая. Маша. За две недели до. Пару дней я потратила на то, чтобы перевести вещи на первое время, а еще найти варианты работы. И сегодня, после того, как сдала назначенные анализы, не удержалась и все же зашла в детский магазин. Покупать вещи заранее — плохая примета, и я не собиралась, тем более, что деньги стоило экономить, но не смогла устоять, заметив рекламную вывеску. Минут пятнадцать бродила в отделе для новорожденных, разглядывая ажурные пинетки и милые боди, когда меня окликнули. «Извините, а вы не подскажете?» Я обернулась и удивленно посмотрела на мужчину. «Какой лучше взять для новорожденного?» «А, вы не консультант», — разочарованно добавил он, не надя на мне бейджи. «Нет», — покачала головой, разглядывая того самого парня, на которого наткнулась недавно возле больницы. Он снова был в капюшоне, надвинутом так, что лица почти не было видно. «А вы?» «Племяннику вот выбираю. Скоро должен родиться, но я ни черта не смыслю в этих размерах», — недовольно фыркнул он. «А уже точно знаете, что мальчик будет?» «Ну, наверное», — неуверенно ответил тот. Я не смогла сдержать улыбку. Мужчины. Тогда стоит взять, что это нейтральное, и, возможно, размер побольше, чтобы точно не прогадать. Некоторые дети рождаются довольно крупными. Я, конечно, не была специалистом по новорожденным младенцам. Всю эту информацию я почерпнула на мамских форумах, которые активно штудировала вчера, чтобы понять, какой доход необходим и как обеспечить ребенка всем нужным. «Это ведь вы вчера налетели на меня?» — неожиданно произнес парень. «Ага, извините еще раз». «Мелочи. Спасибо», — сказал он и ушел в сторону касс. Я еще какое-то время рассматривала ассортимент, но в итоге, решив пока все же ничего не покупать, пошла к выходу, у которого снова столкнулась с этим же парнем. «И снова вы», — сказал он, кажется, улыбаясь. Из-за надвинутого капюшона было сложно сказать точно. «Это судьба», — попыталась пошутить я. «Могу я тебя как-то отблагодарить за помощь?» — спросил он, пропуская меня вперед. «За какую помощь?» — в ответ незнакомец поднял пакет с покупкой. «Ах, это! Да мне несложно, что вы!» «Давай на «ты», — предложил он. Меня Матвей зовут. Маша. Так что, Маша, можно угостить тебя мороженым в знак благодарности?» Он говорил настолько непринужденно и естественно, что я расслабилась. Впервые после того, как уехала из дома Волкова, поймала себя на мысли, что, кажется, жизнь возвращается в норму. Ведь раньше познакомиться вот так случайно с кем-нибудь не казалось чем-то опасным. Да и парень вроде был обычным. Однако мое молчание он расценил по-своему. «Ладно, я понял. Спасибо за помощь. И уже развернулся, чтобы уйти. «Матвей, подожди!» — окликнула я его. «Мне просто непривычно и как-то неудобно!» — промемлила я. «Неудобно ходить с уродом?» — как-то зло ухмыльнулся тот. «Что?» — изумленно спросила я. Он молча скинул капюшон, цепко следя за моей реакцией. И теперь я поняла, почему. Правая сторона лица у него была подпорчена следами от ожогов, по-видимому. Матвей не выглядел безобразно от этого нет, но, конечно, при дневном свете это было довольно заметно. Он также молча накинул капюшон обратно и продолжал смотреть на меня с неприязнью. Только тут я поняла, что тень от капюшона вообще-то не скрывала до конца изъяна на лице, просто я их не заметила изначально. Неудобно, что я ей и не помогла. В общем-то, так сказала, что знала. Сбивчиво попыталась объяснить. «Ты мне ничего не должен». «Ладно, я понял». Неохотно ответил парень, явно собираясь все же уйти. А мне стало стыдно, что я пусть и не желаю того, но обидела человека. «Извини, если дала повод думать. Честно говоря, я просто даже не заметил раньше, что у тебя... Ну, в общем, ты понял». «Что я, урод?» — ухмыльнулся он. «Прекрати», — поморщилась я. «Разве в человеке главная-то внешность?» «Ты удивишься, как много она значит в этом мире», — мрачно ответил Матвей. Матвей. Стало неуютно от этих слов, потому что он был прав. Жестоких людей, тех, кто готов был высмеять, и правда хватало. «Сочувствую», — попыталась гладить ситуацию я. «И я не против мороженого». «Уверена? Может, кофе?» «Ой, нет, кофе не могу». «Почему?» — удивился Матвей. «Мне кажется, беременным это не очень-то на пользу», — несмело произнесла я. «Почему я не промолчала?» Потому что не хотела давать ложных надежд этому мужчине, особенно теперь, когда выяснилось, что его жизнь и так не была безоблачной. «Поздравляю», — как-то отстраненно ответил он. «А я поняла, что сделала правильно. Мне не нужны были какие-то романтические отношения, по крайней мере сейчас. Но я так давно не получала простого человеческого отношения, что малодушно хотела продлить это странное знакомство. Пусть дружеское, о большем я и не думала, поэтому решила сразу расставить все точки». «Спасибо», — ответила я, понимая, что, в общем-то, дальше пора расходиться. «Тогда можно же выпить чаю», — неожиданно предложил Матвей. «Или его ты тоже не пьешь, а питаешься энергией солнца». Он хитро улыбнулся, теперь уже не пряча от меня покалеченную сторону лица. Но у него была такая красивая улыбка, что я и не замечала изъяна. И уверена, многие тоже. «Нет, чай вполне сойдет». «Здесь недалеко есть хорошее кафе. Показывай дорогу», — улыбнулась ему в ответ. «Или его ты тоже не пьешь».